Привет из солнечной Грузии! Сегодня у нас прямое включение из Тбилиси. Хочу вам провести маленький обзор по нашему замечательному теплому городу. Сейчас я нахожусь у замечательного интересного места, которое называется Мост Мира. Это современная постройка, которая соединяет старый город, откуда я иду, и новый город, по которому я иду. Это пешеходный мост длиной 156 метров. Как вы видите, он сделан из стекла и металла. Вечером он очень красиво подсвечивается, поэтому я рекомендую, когда вы прийдете в Тбилиси, посетить его и прогуляться, и конечно же сделать замечательные фотографии. Я выбрала этот мост неспроста, потому что открывается большое количество интересных мест одной панорамной площадки. Я вам покажу правый берег и левый берег. Если вы будете проезжать мимо этого моста, вы увидите некий купол. Это такая волнообразная крыша. Сейчас я вам как раз показываю. Эта волнообразная крыша неспроста. Когда вас будут возить таксисты, вы, наверное, услышите это, как шапка Наполеона или что-то в этом роде. На самом деле, имеет намного сакральное значение, потому что эта волна символизирует гостеприимство Грузии. В Грузии гость — это посланник Бога. И поэтому, когда приходят гости в дом, мы накрываем самый большой стол, самое вкусное яство кладем на стол. И вот, когда в конце застолья мы собираем посуду и остается на скатерти крошки. И вот на улицу выходит хозяйка и вытряхивает скатерть. И вот эта волна скатерти как раз архитектор передал. В этот момент хозяйка благодарит Бога за то, что в лице гостей Бог посетил и дома. Сейчас как раз мы видим замечательную панораму на крепость Нарикало, которая соединяется правым и левым берегом благодаря канатной дороге. Я думаю, скоро мы побываем там. Вверху вы видите крепость Нарикало — это четвертый век, одной из самых старых построек на территории Тбилиси. Также на другом берегу у нас находится нижняя станция канатной дороги, а чуть выше там как раз находится крепость царицы Дариджан. Внизу, где играет сейчас музыка, это Будда Бар — одно из самых престижных ресторанов в Тбилиси. Мы сейчас находимся и внизу у нас протекает горная река Кура. Есть грузинское название Мтквари. Она достаточно полноводная. И хочу отметить, что до XVIII века она была намного шире. Не было набережной правой и левой, поэтому она была намного шире. Перед тем, как застроили этот город, сделали гидроэлектростанцию, чтобы контролировать водные потоки для того, чтобы город не смывал. Теперь хочу вам рассказать маленькую историю о нашем городе. Тбилиси была основана в V веке. Цариум Вахангоргасали. Благодаря серным источникам — это сейчас находится район серных бань — город Тбилиси был основан. И стал сразу же столицей государства Грузия. До этого у нас была Нцхета — маленький город, который является сейчас грузинским Иерусалимом. То есть много святых находится здесь. И давайте перейдем на другую часть. Я вам покажу современную архитектуру. За деревьями виднеется со стеклянным куполом, с флагом — это резиденция президента. Она была построена во время правления Михаила Саакашвили. Хочу отметить, что этот мозг, где мы сейчас находимся, был отстроен итальянцем Микеле де Луччи архитектором и президентский дворец также. И чуть правее виднеется золотой купол. Это наш главный кафедральный собор, который называется Самеба. Он достаточно молодой, был отстроен в 2002 году. Также чуть ниже вы видите необычная постройка, конструкция, как две трубы. Это в скором времени, мы очень надеемся, что откроет концерт-холл. Также город представлен, та сторона города представлена в виде парка. Парк Рике, так называемый. Это молодой парк, но там есть большое количество интересных мест для детей, для взрослых. Также есть фонтаны, игровые площадки. Как вы видите, чуть-чуть виднеется рояль в кустах. Это современная архитектура, которая представлена. Спасибо большое за внимание. Надеюсь, вам было очень интересно. До новых встреч в солнечной Грузии. Жду вас. Пока.